Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Так, очередной выпуск. Утренняя информация. Номер 57. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 06.02.2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II записана им в своем дневнике. 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Он не сразу подписал. Когда приехал там Шульгин к нему, Виталий, он обдумал все это. Он видел, что будет. Позвонил своим родственникам, которые посты большие занимали, генералам. И все сказали, это для пользы делал лучше. Для пользы государства лучше. И он понял заговор. И вот эти слова его присмертные, они теперь как проказа висят на русском народе. И особенно на церкви. Когда отрекся царь, то на фронте было ликование, как в первый день Пасхи. А все ведущие архиереи, временному правительству сразу стали стать телеграммы благодарности. Теперь мы развернемся. Над нами нет царского ига. А пели все время Божия царя хранить. Столько же лицемерия в церкви. Мгновенно отреклись, как будто не знали. 300 лет молились о Доме Романов. И отреклись в течение, может быть, 300 минут. Вот тут прошел вопрос, которые мне задают на ВКонтакте и в Одноклассниках. Я там не бываю, модераторы перекидывают. Вот смотрите, считайте, я об этом говорю. Поэтому пишите прямо мне. Сюда, на наш форум. Вот смотрите, как тут. Какие объявления, чтобы как-то ролики помогли мне озаглавить. Прочитайте, что тут написано. Ну и дальше, что мне сегодня написали. Александр Рагель. Мир вам. Если бы жена была христианкой, этого было бы достаточно, чтобы, если то угодно Богу, я сам, видя ее жизнь и сравнивая со своей, начал искать ее Бога. Может, я заблуждаюсь, но не то, что женщина, но и не все мужчины могут преподать учение Христа. Как Павел говорит родить. Как помочь тому Павлу, в кавычках, чтобы он родил меня за один раз. Почему-то он родил-то. Есть такое рождение, что от тебя зависит даже больше, чем от него. Как твое сердце откликтище. Почему Феофан Затворник разбирает, что благодать трех видов. Это призывающая, то есть проповедь говорит человек, призыв к покаянию, принятию Христа, чтобы Христа впустить в свою жизнь. И второе, это благодать ответная, благодать обращающая, касающаяся того, к кому направлено. Вы-то не просто безвольный, как ребенок, а развернитесь, как надо, головой к выходу из мирского мира. Ну и третье, благодать освящающая, это крещение с полным погружением троекратным. Третье, завершающий этап рождения свыше. Об этом много говорили. И дальше что? Крещение, пресчищение святых христовых тайн. Без причастия нет жизни. И поэтому кто говорит, ну я сам по себе, причастие нет. Причастие подлинное есть только в исторических церквах. Это православие, разная там юридикция, католицизм, Григорияна Армянская, копты и сирийцы. В остальном только воспоминания. Это запредельно. Все, что за этой гранью трех вот этих церквей, не есть в церкви. Никаких дониминаций, никаких конфессий нет. Церковь и ересь. Вот так научиться такими категориями мыслить. Хорошие обращаются, все на месте стоит. Но без благодати освящающей, без священства нет спасения. Как говорит Иоанн Златоуст. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Каждый новый ролик вопросов-пожеланий для меня источник хорошего настроения на день. Весь негатив мировых и местных новостей растворяется во свете Библии. И в ваших острунных комментариях. Вчера поймал себя на такой мысли. Да неужели же истина, христианство может быть истиной, если таково состояние православного христианства сегодня? Ну то есть какое христианство-то? Господь говорит, найдет ли веру на земле, сын человеческий? Вер много будет, но веру, которую он дал. Вера в него, чистота жизни, целомудрие. Все, что бы было там. Смирение, крутость, воздержание, смелость, героизм. Ничего этого нету сегодня. Так это, на улице любого спроси верующий. А какого? Никакой. Православный матершинник, православный вор. Подставляете, православный насильник, православная абортница, православная Б в церкви стоит. Но я тут же подумал о вас и положительно ответил для себя на этот немой вопрос. Если есть такой православный христианин, то православное христианство и сегодня, и присно, и истинно. Святой Иоанн Златоуст говорит, что человек более верит видимому. Поэтому очень важно сегодня, в 21 веке, видеть и иметь живой пример настоящего христианина перед своими глазами. Да благословен будет Ютуб и Интернет. Видите, какие разные отзывы. Ютуб и Интернет. Ну вот, ну, и дальше. Адин пишет сегодня из Германии. Первый раз. Отец Игнатий, скайп под именем сына, а фото в одноклассниках. И она у вас есть. Василий Горн. В Германии я. Верующий мой брат старший в Баптийской церкви. Хвала и благодать вам за все. Хотелось поговорить по скайпу. Спасибо. Ну, ролик уже будет. Мы уже поговорили. Ну, вот у меня в скайп иногда пишут одно сообщение, второе, третье пикает и пикает. Я сейчас только одному ответил. Вот такое. Это для всех. А как объявление. Писать мне в скайп можно не чаще одного сообщения раз в месяц. Не надо, что. Десятки раз. Друг за другом. Пикнуло опять. Проходит, пикнуло опять. Но я же не знаю, кто должен отрываться, смотреть. Мне. Мне эти пикпиканье сильно мешают работать. Не искушайтесь. Ну, слово искушайтесь, вы понимаете? Или надо тоже толковать? Будьте внимательны. Потому что если человек начинает безобразище, то я просто обязан отреагировать. Сразу закрою и больше он никогда сюда не попадет. Нельзя это делать. Злоупотреблять этим. У меня вчера один зашел. Ну, все, что он только знает, не знает, придумал. Как бы обличение, говорит, отопоношение. Этот ролик я выставлю. И я сидел только и слушал. Слушал час сорок. Это означает, он израсходовал лимитное время и теперь может позвонить мне по скайпу, если только он не одумается. Ну, может быть, через месяц, через два. И теперь ему время ограничено, очень сильно будет. Я вчера просто сидел и слушал, будет конец или не будет. Конца никакого нет. И вы увидите, как ролик, вдруг тишина. Я ухожу, пообедал, прихожу. Он все еще ждет меня на карауле. Но нельзя быть так. А то весной, как клещук, вот сидит у него, шесть лапок, он двумя держится, а четыре вперед. И травинку только колебнет какая-нибудь собака или скотина. Он мгновенно отцепляется и падает, а дальше уже присосался и все. Ну, я не конкретному человеку говорю вообще. Зачем же это? Злоупотреблять. Вот дальше. Это мы на нашем форуме. Посмотри, как наш форум выглядит. Видно, нет? Видно. Если это видно, я попутно сразу покажу, какой у нас сайт. Вот как наш сайт. Говорю, что нашему сайту равных в интернете нет. Нет. И по каким причинам? Дальше все видите. Насчитано мной 50 книг аудио. Ну, покажите, где есть златоуст насчитан 12 томов, чтобы на него каталог был. 12 томов жития святых. 5 томов добротолюбия. 4 книги Григория Дещенко, Игнатия Бреченина, Феофана Затворника. Чего тут только нет. А дальше ответ на 4124 вопроса, разбитых на 55 папок. Тут какие фильмы наставили? Книги раскрыты у меня 38. 38. И еще тут 5 или 6 книг, которые в интернет наборах. То есть больше. Каждый том 752 страницы. И вот здесь нажал православный форум. Нажал на видеоканал на наш. К слову сказать, завтра у нас будет 7 февраля. 7. А у нас принято в общем такое решение. Каждый первый, первое воскресенье в феврале посвящен дню сайта. Ну у кого какие есть еще мнения? Скажите, у кого есть в общине религиозный, чтобы день сайта был? Будем говорить. И вот что здесь есть? Я показываю, какой наш сайт богатый. Богатый и не имеющий равных в мировой сети. Нету. Вот смотрите сколько есть. Это и книги Новый Завет. Вот этот, который мы раскрасили сами. Похажи Новый Завет. Он здесь у нас и есть. Новый Завет впервые вышел в полном. Весь Новый Завет с откровением. Впервые за 2000 лет. Ни восточной, ни западной церкви этого не было. Вот три тома. Как они выглядят. Каждый том 752 страницы. С закладками. Света российского флага. Дальше. Подержи-ка. Здесь же 297 комментариев даю. Лучший иллюстратор Библии Гюстав Дарре. Мы его раскрасили. 230 картин. В полный лист. Без обреза. Ну просто нету нигде. И откровения. Одно откровение только 430 страниц. По всем святым отцам церкви. Магистр богословий Геннадий Паст. Отец Геннадий Паст. В Абакане он. Ну я покажу даже сбоку посмотреть. Как оно выглядит. Как первое. Вот оно как выглядит. Это второе издание. Очень быстро кончается. Только сегодня тоже отправили. Показать. Вот. Примерно 90% от книг у меня ушло бесплатно. Библиотеки мира. Начиная с России. Это 600 примерно экземпляров. Только подарить пришлось. А остальное тут уже на продажу. Вот посмотрите. Это день сайта. Ну а что это означает? А вот что. Вот мы открываем. Сколько сегодня на сегодняшний день подписчиков? 2901. Сколько просмотров? 2 миллиона 4371. Ну все-таки это цифры. Цифры. Ну не на каждом есть. И при том это такой видеоканал, где не спорят. Больше 4 тысяч наших, лично наших роликов. Ролики большие. Если в среднем так взять, то где-то по 40 минут, может быть, они будут. Потому что есть по полтора часа и больше. Вот оно как выглядит. Вот здесь есть цифра главная. Вот букву главную. Если их ткнуть, на каждый день выставляется «Жития святых» на читанное аудио. В 80-е годы я считал. А сейчас нашелся добрый человек. И он их оформляет. Вот как оформляется. Вот сегодня что там были? «Жития святых». Вот я, например, нажимаю на него. Посмотрите, как это выглядит. Сделай больше. Посмотрите, как это выглядит. Посмотрите, как это выглядит. Посмотрите, как это выглядит. Посмотрите, как это выглядит. Я не признаю святых. ПЕСНЯ Епископ Климент Анкирский Это, как мы считаем, покровитель нашего лагеря детского Которому 44 года православный трудовой детский лагерь Лагерь в честь Климента Анкирского Ну скажут, а что такое, чем там... 312 год казнен был Во всей истории церкви не было человека, который столько бы пострадал 29 лет и 11 месяцев в тюрьме Не просто сидел, а мучили Мучили его И, как говорит Житие, у него не было ни одной частички его тела Которое заново не наросло бы Его на пике насаживали И чего только не было с ним И поэтому, когда я был в Синодии, везде попросили Анфима Некомедийского Как покровителя нашей общины А у него было 32 тысячи Сожгли всех И они все возведены на небо Это единственный тоже епископ Вот в честь Климента Анкирского где еще? Нету нигде, я даже не слыхал и вообще не знаю А он в книгу Гиннеса был бы занесен по страданиям Анфиме Некомедийский По количеству спасенных им Которых возвел на небо Но надо понимать это Почему? Потому что я насчитывал Жития И таких Житий 1173 То есть 1173 Может быть Новых роликов Вот заходите на наш Вот здесь Видеоканал И вы тут увидите Это уже много выставлено А остальные Жития насчитаны Это я в 80-е годы насчитывал На нашем сайте Вот у нас еще что открыто Это мой мир Вот в моем мире Я каждый раз говорю Сколько у нас здесь видео? 2449 роликов Сколько фотографий? 18800 роликов Понимаете, какие у нас богатства здесь Притом ролики Здесь есть некоторые взяты Совсем-совсем мало Не наши там Видим, которые просто необходимо было взять Их не больше, допустим, 20 здесь Даже этого нету А остальные все наши Ну и далее Посмотреть Сегодня вот пришло Алла Шляхова 52 года Киев, Украина Сколько с Украины Ну посмотрите Сколько она фотографий сразу дала Я их не увеличиваю Ничего тут не умею Она старалась Поэтому я покажу Видите как Класс 4 Вот это Ну и тут что-то надо еще тут разумевать Ну просто картинки Выставили Считайте Игнатий Тихоныч Для меня честь Хоть немного прикоснуться к вашей жизни Да будет милость Господа над вами Как вы уповаете на него Это сегодня прислали Видите, какие молитвы Но судя по тому, что крест 4-х конечный И как люди стоят здесь Это не православное У православных У православных этого нет Видите как Это прям по виду видно Что не православное Но они любят Господа Благодарю Михаил Кальмаев Игнатий Тихонович Вопрос такой Любвистый постоянно ссылается На слова апостола Петра 1 Петра 4-8 Более всего Имейте усердную любовь Друг к другу Потому что Любовь покрывает Множество грехов Первая часть предложения Понятна А вот второй Поясните Как и каким образом Любовь покрывает Множество грехов Проступков Проступков Против меня кто-то согрешил Ну я по любви Божией Христос просил Я вам просил Махнул руку Наплевать да забыть Я выхожу на паперть А тут собор Где архиерей служит Собор Покровский А старушки Прям упали в ноги Меня за ноги хватает Одна целует Простите меня Я на вас говорила Кто настоятель травил Благочинный Войтович Ну а я бабушек то знаю Какие они Поэтому стараюсь Как то помочь Дрова им напилить С крыши снег Скидать валенки Починить там Ну что то Все время С ними вместе А настоятель Ты не солнце Всех не обогреешь Игнатий И вот Я им отвечаю Наплевать да забыть Есть такая поговорка Да будет это Да вот это Мне говорили Я говорила А причащалась На вас злобилась Говорили Вы баптисты Сектанты А теперь я узнал А вы православные Бабуш Вот что я сказал Забудьте это все Вот это любовь Никакой мстительности Ничего нету И она покрывает Множество проступков Грехов Ну и кроме того То что я прощаю Прости нам грехи наши Как и мы прощаем Вот где скажется В той степени Как мы не прощаем Нам Бог не простит Вот у меня гонители Которые за мной тут Ну пакости всякие делают Говорят Я каждый день Многократно молюсь Господи На страшном судище Твоем Не помяни им этого безумия Образуми их Да подай им покаяние Не покаяться Они будут в другом месте Где они думают То есть Столько безумных слов Говорят Там страшно сказать Дальше Есть и апостола Иакова подобное Иаков 5.20 Пусть тот знает Что обративший грешника От ложного пути его Спасет души от смерти И покроет множество грехов Ну непонятно Чьих грехов Того кто обратится Или твоих Ну и потому Когда говорит А Господь рассказывает Притчу неверную Его правитель был один призванный Это должен был Пятьдесят Пиши сто Или сто пятьдесят Пиши наоборот Остальные мне отдашь Отец Это говорится о милости И творите Когда вы обнищаете Они примут вас В обители небесные То есть это наши ходатая Я родил вас Благовествованием И эти люди скажут Господи Этот человек нам Синагогу построил Такие были Этот человек Милости не подавал Этот меня из плена Выкупил Этот человек Проповедовал Я обратился Был преступником Теперь стал таким И покоит Множество грехов Как того Так и этого Кто проповедовал И кого он проповедовал Дальше Будьте добры Разъясните И как правильно Понимать эти места Писания То есть Чьи грехи прощаются Получается Что обративший Грешника Проявил таким образом Настоящую любовь И теперь ему будут Прощены какие-то грехи Не нужно каяться И как Узнать Какие грехи прощаются Какие грехи Такого нет Что Господи Прости мои согрешения Но мы не говорим Что конкретно У епископа Лева Это житие такое есть Сейчас я могу Не точно сказать Кажется 22 марта Или 29 Не знаю даже Сейчас сказать И он молился Перед гробницей Петра 40 дней Готовился К исходу из жизни И ответ прозвучал Петр Видимо ему Ответил апостол И говорит Грехи твои прощены Кроме одного Вот тут разделяется Обычно нет этого разделения Прощается Все прощается Возьму грехи ваши И брошу за хребет Как одну искорку В океане воды Погасить Так в Божьей милости Бездна Бездну призывается Бездна наших грехов Призывает Бездну милости Божией А ему один грех не простится Вам интересно знать Какой грех не прощается Не прощается И Петр не мог вымолить Кто Он будущий епископом Кого не достойно Руку полагал Поэтому если по этой мерке судить То из епископов Ну допустим Их 350 в этой епархии Я не знаю Кто спасется Как надо проверять Вот Геннадий Патриарх Он руку полагал Только тех Которые наизусть Знают псалтыр Наизусть Сегодня ничего не знают Ни канонов Ни правил Ничего Шпана Это мне это слово Шпана Сказал Кондратюк Архимандрит Арсений В Нью-Йорке Когда я был В Жордан-Вилле Там в монастыре жил И вернулся В Синод В Нью-Йорке И он спрашивает Ну как Я говорю Понравилось Мне нигде не нравится Как привезут меня С какого города Сакрамент Лос-Анджелес Где я был В Вашингтон Я говорю Не нравится мне Это всего Вы ни чем От московского Патриархита Не отличаетесь А тут приехал Я впервые Сказал Понравилось Тогда еще Секретарем был У них Лавр Потом станет он Предстоятелем Как первосветителем Он мне Огромный Огромный Ковер подарил Откуда они взяли Монахи Затащили Еще не дошло Все разворовали В Санкт-Петербурге Но я не об этом Хотел сказать Но о том Что Как именно узнать Какой грех Кого рукоположили Кого ты рукополагал Недостойного И я когда был Там об этом Им говорил Вы знаете Это нет Вот этот Кто у вас Этот запился А вот этот Занаркоманился А этот Яромонах Женился Кого ты рукополагал Каких поваров Златоуст говорит Каких поваров Христа ведут Говорит На распятие А вас Пьяных С гулянки Пьяных Разожрались Говорит Как будто Вас Говорит В жертву Хотят принести Как будто Город готовится К осаде Это он все Над священством Говорит Ян Златоуст И дальше И еще о мытарствах Мытарствах В описании Мытарств Феодоры Есть такое Интересное Описание Прощения грехов За счет Добрых дел Самой Феодоры И преподобного Василия Василия Новая Это жития Василия Новая Это образно Это образно Чтобы мы Заботились о делах И поэтому В такой картине Это представлено Это пытается Хорошо объяснить Отец Олег Стеняев Так что Зарядите О мытарствах У него написано Я верю Каждый день Я там молюсь Господи Ангел Христов Хранитель мой Святый Благодарю тебя Сколько лет Ты меня хранил Прошу тебя Не покинь Смертный час Когда душа Будет разлучаться От тела И проведи Душу мою По мытарствам Страшным И непонятным И введи Он навеки В вечное царство Христа Бога нашего Вот моя молитва К ангелу-хранителю То есть у меня молитва Не только по канонику Не только по молитвеннику Но есть и сердце Своими словами И дальше Первое мытарство От чего не доставало Из них На покрытие моих грехов Добавили из добродетелей Отца моего преподобного Василия И искупили меня Из первого мытарства И пошли далее Это не будет Каждый сам себя едва спасет Говорит Никак Этого не будет Чтобы за чужие дела И как-то Нет Просили масла Они не дали масла В самих едвах Чтобы наши светильники Не погасли Никто Ни за кого Ходотайствовать Там не будет За гробом Нет покаяния За гробом Нет покаяния Кто? Ян Златоуст говорит И поэтому Богач просил За ходотайствовать Ничего не получил Ничего Все пусто Это Андрей Юродий Вы видел Симеон Это было открыто И Макарий Александрийский Это видел Я говорю о житиях Святых Дальше Второе А недостающие Пополнили добрыми делами Отца моего преподобного Василия Ну это другое Тут все так и написано Что это означает Если в аллегории Это понимать так Что она ему делала добро Она кормила Поила Ухаживала за ним Ну и его молитвы Добрые дела Тут какого должен понимать А не так Что его дела Переним Это другому перекидывается Ну это тогда Избыток заслуг Это как католиков есть Избыточные заслуги берут От Божьей Матери Придумали как И поэтому индульгенции Продают Заранее можно сказать Если человек хочет сблудить Заранее можно Ехать Это купить Но если мирянин То заплатить нужно Допустим Десять тысяч Заблуд Но если монах То ему надо платить Семьдесят пять тысяч А если монах С монахиня То сто семьдесят пять Это все Реестр полный дается За аборт Сколько Ну что Неужели не понятно Куда заехали Избыточные дела У кого-то Нет этого Если будут Предстоять Там даже давиться Как говорится Самуил То они Говорят Только за себя Ответят Никто Ни за кого Не будет Ходотайствовать У матери Дети Неспасенные Она с гневом Будет смотреть на них Чувствование Которое во Христе Иисусе Ну и так Дальше Так Не есть Не есть А так Верим Мы Верим Никто Этого Не знает Ну Все-таки Такое Почему Сектанты Не показано Ни одному Это Ни одному У всех По-разному Дальше Случай Если добрые дела Ревешивают Злые Душа Проходит Следующему Испытанию Это понятно Для людей Чтобы стремились К добру Вот так Показано Была аллегория Отрицать Тут ничего Не надо Не надо Красочно Прекрасно Показано Составитель Откуда Жития Дмитрий Ростовский Это был Такой Талантливый Писатель И в Житиях Если смотреть То действительно Там половина Я их насчитывал Каталоги Составлял Симфонии В общей сложности 12 того Примерно Так Отрывками Целиком Я около 10 раз Их проходил Это Это большой Большой труд Проделанный был И Я вижу Он писатель Фантаст Отрицать Не надо Поэтому Думали Что он пишет И не хотели Канонизировать Много выдуман И один из них Сказал Там когда В Кречевском Кажется было И говорит По вере вашей Это будет вам У них была вера больше Они в это верили Он фантаст Самый настоящий был Но отрицать Ничего не надо Зачем Другое мы не знаем Написал красочно Молился А что он ошибался Это его житие Варвары показывают Ореста Там даже Святой явился Говорит Ты неправильно Обо мне написал И он хорошо Что об этом написал Я ленивый На службу В колокол ударили Я еще решил подремать И в это время Он явился И говорит Ты написал Тут порезали А мне вот где порезали Вот где Ну и додали Это в житиях То есть ему даже Видение было Что он пишет неправильно То есть Неверно Ну и только делопыт Верно Неверно Дальше Александр Ломакин Александр Осичев Игнатьев Батюшка Мне нужно написать Про признаки Канонических и неканонических книг Вот я пишу Ответ смотрите какой Считай В Святой Библии Из 66 книг Канонических И 11 неканонических Без неканонических Церковь Христова Не издала Ни одного экземпляра Во всем мире За 2000 лет В 66 книг Издаются Только сектанты Протестанты Ибо они Не церковь Неканоническими Книгами Постоянно Пользовались Святые Отцы В своих поучениях Такие Как и Азлатоуст И неканонические Книги Никак не выделены Из канона 66 Они приняты На соборах Как и равные Неканоническими Названы Ибо По принятии Вселенской Церкви Христа Вначале они Не были найдены В оригинале На еврейском языке Чтение Неканонических Книг Рекомендовано По местными Соборами Святыми Отцами Ладийский Собор Правила 59-60 Это около 364 года Нашей эры Карфагенский Собор Вот какие книги Постанавливать читать Карфагенский Собор Так Дальше Многое Было утеряно Евреями В плену Сложили по злобе На пророков Ублечавших их Видите какой вопрос задала И какой ответ я даю Какой ответ я даю Согласно всего Что известно об этом А может более полный Не знаю Мне кажется Уже ничего нельзя сдать Дальше Об этих книгах Есть упоминания В канонических книгах Библии Нет послания К ладийкийцам Колоссянам 4.16 Ну прочитайте дальше Второе параллельно 16.11 Книги царей Иудейских Нету числа Посмотрите Книга Брани Господних Дальше Проще события Соломонова И все что Описано в книге Дел Соломоновых Тоже ее нету нигде Дальше Бог верил в слово Свою евреям Дал им закон А они ни того Ни другого Не сохранили Деяние Си 53 Вы которые приняли закон Прислужение ангелов И не сохранили Вот некоторые книги Которые упоминаются В Библии Но которых Нигде нет Вот прочитайте Вот какие Прозорные Со всеми места Почитайте Видите какой ответ полный Дальше Сергей Бугаев Отче добрый день Спаси Христос А можно вас в Питер Пригласить на православные Выставки Ну ладно Я отвечаю В конце июня Или в начале июля Мы предлагаем Как раз Предполагаем Как раз И быть в Питере Если сможете Собрать людей Друзей Или То мы готовы Побывать у вас Заранее обсудив все Барбара Стрейзен Это Спаси Господи Батюшка Как бы мне правильно Ссылку на использованный Источник сделать У меня это будет Контрольное В ДПЦ Простите за назойливость Лариса Чагучкина Петропавловск Добрый день Игнатий Тихоныч Благодарю за видео Посмотрел с удовольствием Раньше я вас Ничего не слышал А только сегодня Начинаю знакомиться с вами Посмотрел я видео На вашей странице Все так Принятно и близко к сердцу Спасибо вам За ваш благородный труд Как сделать ссылку Ссылку она спрашивает Это Барбара Кроме уже вышеносказанного Ничего дать не могу Сергей Бугаев Да У нас Где-то там будет Троицкая Православная выставка Но пока Точно нет дат Хорошо Будем на контакте Александр Бейко Игнатий Тихоныч Я похож на чем-то маленько Давай Если вы занимаетесь Проповедью Мне бы очень хотелось Знать ваше мнение И отношение К белокринистскому согласию Не согласие Белокринистское Ну согласие Пусть так называют Это церковь Христова Имеющая истинное Священство Эпископат Сегодня у них Метрополит Корнилий Это настоящая Истинная церковь И вот я отвечаю Как раз Это истинная церковь С истинной иерархией Но нет Там подлинной жизни Ибо Слово Божие Там не на первом И не на втором месте Вот видите Какие вопросы задают Сколько Андрей Сирота Игнатий Спаси Господи Напишите Как вы относитесь К революции на Украине Отрицательно В высшем смысле Это мацонское Это все сектанты устроили Напустили гей-парады Вот вам ответ Интересно Сирота Тут Большая птицепабрика была И там директор был Сирота Фамилия Сирота Это в газетах писали У него машина хорошая Это Его убили двое Убили Чтобы машину взять у него Ну поймали их сразу И вот внущик А он всем помогал Там Бедным этим Выделял Что-то какие-то У него появлялись Средства И вот И внук спрашивает Баба А кто теперь будет Сирота Она отвечает Внущик дорогой Теперь мы все сироты Вот как его любили И какой ответ До слез Как относитесь К революции на Украине Ответ Я к ней никак не отношусь А только скраблю И молюсь постоянно Вот здесь 1 Тимофея 24 Дальше Здравствуйте Игнатий Тихонович Анечке Это идет Девочка Познакомилась Это все надо было С родительского благословения А дальше Храм Церковь Священнику сходить И как положено Все нарушено Поэтому Ничего не могу сказать Для них закона нет Они делают Как хотят Николай Ратников Молитва Молитва Только молитва Вот это вот Уже всегда Все это нажал Все-все-все Прошел И так и ничего не раскрывается Что они переделали Что нужно делать Так я не могу войти Вот в этот Ну вот висит какой-то Аккумулятор машины Или что это такое Ирина Соловьева Город Тамбов Уважаемый Игнатий Лапкин Я хочу обратиться к вам Со своей болью Хотя знаю Что вы занятый человек Год назад убили сына Самого лучшего Самого умного Самого красивого Ему было 23 года Он не пьяница Не наркоман Окончил институт Поехал в командировку В город Чапаевск И там на съемной квартире Его убили за ноутбук Фотокамеру Модем Мы с мужем остались одни Не буду описывать Наш ужас В котором мы живем Но ответьте мне пожалуйста На один вопрос Если даже в волос Головы человека Не падает без воли Божьей Зачем же Бог допустил Насильственную смерть Хорошего человека Кого он наказал Если его или нас Хотя мы тоже всю жизнь Старались жить честно А сынок у нас был долгожданный Десять лет не было детей И в него мы вложили Всю любовь и всю душу Почему так жестоко С уважением Ирина Ирина я буду говорить вам Вы приготовьтесь к этому Любовь всю душу Бог не позволил Вкладывать в детей Всем умом Всем сердцем Только Бога Ну а дальше Почему случилось Считайте книгу Ева Он потерял не одного сына А десять детей В один день Десять И сам был выброшен За город Как прокаженный Так что Примите это от Бога Не решайте Кто согрешил Он или родители его И он такой был Это есть Написано такое У этого было Как его даже Забыл Писатель Виктор Красноярский Это писатель И вот он Об этом описывает Там задавил он Когда И говорит Почему Вот шли рядом Это конопатая Нюрка осталась А моя Моя дочь Такая красивая Была А то другой Пьяный шофер Задавил ее Почему Виктор Астафьев Почему Никто не ответит Это монах Еремонах Тимофей Спрашивает Ссылку на книги По искуплению Да Ответ Пройдут ли мои слова В ваши уши Если смирение Покажете перед словом Божиим То юридическая версия Уже вошла в вас И справедливо То будет Исход 4.14 И возгорелся гнев Господина Моисея Вот и смотрите Где какие места Показывают Значит Бог гневается Ну и быстро читай Даша А значит Бог гневается И есть еще Большая глупость При разговоре Об органической теории Что человека Нужно исцелять Это патриарх Алексей Второй Говорил Что мы должны Реставрировать человека Мертвеца нельзя Марафетить Мы Он умер Ли мертвец Вот и вся органика В прахе Да И дальше Какие места Писания Человек умер Мертв Сын мой Мертвый Я жил Его нельзя Реставрировать Как патриарх Алексей говорил Он не знал этого даже Человек мертвый Ему надо только Воскрешающие силы Христа Бога И дальше о чем Скажите о дурах Духа Святого Вот теперь отвечаю Посмотрите Прочитайте И дальше Сошествие Духа Святого И есть Сам дар То есть Дарован Дух Святого Дарован Дух Святого А уж плоды какие будут Только такого Это очевидно Нужно увидеть Это вот система Все слепляет Коверка И ты не мог выправить Первая Коверка Дары различны Но Дух один и тот же И далее по тексту Дальше Это о чем Так Если Это о сын Который был Девушкой Что я отвечаю В этой ситуации В этой ситуации Вы там не нужны А он в том состоянии Когда все к ногам Возлюбленной Все ее отрицательные черты Ему видятся Как верх красоты Это его крест И вы не мешаете Никак ему А только молитесь Вы же не знаете Что может у них Жизнь наладится И кому-то из вас Придется жить с этой Снохой 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 Крутой Горячий Что и как Тогда аукнется вам Или в дом престарелых Потянетесь Молчите Плачьте Молитесь И благодарите Бога За это самое И все Надо научиться Принимать это Значит не воспитали Послушание Совет ваш не нужен И дальше Так Христиана Пишет Игнат Тихонович Это явно не православная Православная Прямо отпишет Православная Это христиана Тоже Сектантская какая-то Давай Спасибо за ваше служение Господу и людям Вы говорите Все эти люди Обращаются не в православие Вопрос Вы уверены Что Господь Спаситель Иисус Христос Призывает всех В веру православную Разве это по Писанию Я лично знаю И принимаю Одну истинную веру Божью веру А православной вере Я нигде не читаю Библию Это все стиханты Так говорят Поэтому советы Обращают людей К Богу Иисусу Христу В Его веру В Его Слово А не в веру православную Где много мерзостей Как и во многих Других церквах Господь сказал Чтобы люди приходили К Нему Лично Придите ко мне Мой вопрос Вы уверены Что Господь Спаситель Иисус Христос Да Как ваша версия С этой сходится Какая-то версия И чего бы ради Убивали комсомольцев Своих Даже если бы Они что-то и узнали Это про Дятлова По Дятлова Спрашивали раньше Повторяю Глупее Ничего невозможно Придумать Мели Емеля Твоя неделя Повторяю Что их убили бесы Демоны То есть черти Которых они отрицали И смеялись И они им явились И изнутри Ломали им ребра Помутили сознание Они сошли с ума Страха Я об этом уже писал Не раз Но бесноватых не убедишь Они попомнятся Только в аду огненном Дальше Про сына убитого Про сына убитого Вот почитать Что нужно просчитать Посмотрите Сколько мест писаний Какой мой ответ Не ко мне люди Обратились А они желают Волю Божию узнать И вот ответ полный Просчитайте И все станет на место Дальше Игнать Тихонович А то что я в церкви говорю Вне церкви нет спасения А церковь основана Христом в день пятидесятницы А не через тысячу лет После его воскресения Из мертвых Это сектантом я отвечаю Где нет истинного рукоположения Там нет церковь А чуждое образование Не дверью входящая То есть вопреки писанию Поясню что Никогда и нигде не говорил Что спасение Только в православии Спасает Бог Но на определенных условиях Им же и выставленных А просто так Алексей звонит Я сейчас болей Как Я отключу Потом Давай Считай А просто так Самопроизвольно Прилепляться к словам Божьим И утверждать Что тебе это сказано На это нужны Очень веские основания Пример Один из сектантов Латвии Соловьев Весьма почитающий Своё личное Сектантское мнение Выдал мне Когда я сказал Что внебрачная жизнь Кроме законной Супруга Осуждается Богом И он в ответ мне Приводит место Из Святой Библии Что это на нем Не сходится Потому что Бог Дал ему обещание Что сколько бы он Не грешил Бог хотя и накажет его Но у жраюта он Обязательно будет И вот какое место Приводит Псалом 88 Видишь как Я отвечаю Жена плачет А он смеется Попирая седьмую заповедь И приведенные места Из Святой Библии О том Что Матфея 18-20 Ибо где двое Или трое Собраны в имя моё Там я посреди них Эти слова Христа Вовсе не означают Что не обязательно И сама вера во Христа Потому что тут Ничего о вере Пока ей не сказано Так рассуждать Могут только Заскорудшие В сектантстве И не одни сектанты И дальше Матфея говорит Он говорит Как и Тимофеев говорит Есть узость взгляда На истину И как говорил Миссионер Мученик Кунцевич Лазарь Что секта Есть нечто Грозное Зловещее И неуловимое Без непрерывной Херотонии Рукоположения От апостолов Любая организация Не есть церковь А рукоположение Истины Сохранилось Истинно И поныне У католиков У православных Всех юрисдикций У грегориан Армян У коптов И у сирийцев Вот пять сильных Все же Остальное За определением Церкви Христовой И есть самозванства И они Принадлежат Только к числам 16 глава И к похоти Иеравааму Прочитайте Хоть раз числа Самое страшное наказание Живем в ад И за что? За сектантство Отделиться Отделиться Непризнание Церкви И вот Какое Отведаю Именно сами Писание И это священство Ааронова Было по закону Установлено С вами Богом Иеговой И оно не ушло В ничто Как толкует Весьма легкомысленно И погибельно Все сектанты Оно осталось Уже по чину иному Не отменено А переменено На высшее Христово священство Которое сохранилось У пяти сильных Названных уже Мною выше Теперь дальше Вот сыны Данова От племени Прочитайте Эти люди ценили Священство И нашли И в Михе Дальше вот Прочитайте Сектантов Нет основания Искали родословный Не нашлось Исключенный Рукоположение Что означает И кто бы они Не были сегодня Кого бы не рукополагали Но в первые То из рукополагателей Ничего не имел Благодатного Для рукоположения И потому от него Все остальные Лишь обольщенные Как и первый Их ересиар Благодать же По слову Феофана Затворника Говорова Трех видов Призывающая Обращающая И освящающая Я Вот первое Я показываю Вот оно какое Второе Третье Так вот Первые две Скажем Виды благодати В изобилии У всех Сектантов И почти нет Того у пяти Сильных У исторических Церквей Не имеют Как должном А вот С третьей Знакомы Только имеющие Подлинное свидетельство Из Святой Библии Что они в Церкви Христовой Согласно Слово Божие А у сектантов Нет ее совсем Ибо говорим О таинствах Церкви О причастии Тела и крови Христа Там лишь Воспоминание Образ О пяти Сильных Действительное Предложение Хлеба в тело И вина в кровь Спасителя В этом то и суть Жизни и смерти Сектанты Суперлегкомысленно Относятся К понятию О церкви И все сводит К одной фразе Где двое Или трое Да еще И это Прочтут неверные А добавят Собрались Они собраны В имя его То есть точно По Святой Библии И что же нужно Тогда делать Православным И остальным Сильным в истине Призывать баптистов И других Истинных истов И просить их Научить Дать кадры их А сектанты Должны пойти К пяти сильным Архиереям И упросить их Рукоположить им Из их же служителей В епископы Хотя бы двоих Троих Апостольское правило Первое Епископы Допоставляют Два или три епископа Первый Семенский собор Четвертый Семенский собор Третий А эти теперь Рукоположат Остальных своих Пусть все это Будет без мощей Без икон Без резакодил И свечей Только бы символ Никео Цареградский Приняли искренне Верили и исполняли Толкование церковное Это просто необходимо И дальше Что тут Ответ Это христианка Это секта Ну я ответил И дальше Здравствуйте Игнатий Пишет вам Серафима из Латвии Я православная Только Кавычка Кавычка Крещенная Без погружения Латвийской Православной Церкви Московской Патриархата Ваш сайт Нашла с Божьей помощью Спасибо вам Благодарю Господа Что на свете Есть такие люди Как вы Моя душа плакала От радости Когда слушала Ваши лекции Читала книги Последнее время Часто я нахожусь В унынии От того Что происходит В нашей церкви Она очень Очень больная Как помочь Где найти выход Куда бежать Нам нужны Такие священники Думающие Так как вы Есть у нас Несколько десяток Человек Которые серьезно Понимают положение Церкви Изменить ничего Не может Ну дальше Она пишет Прочитаете уже И это О чем-то тоже Отвечает Много А книги какие есть Теперь Слово православие Они говорят Нету его Ну считаем это Слово православие Соответствует Не букве Но духу Нового завета Вспомните Как апостолы Говорят о разделениях Среди верующих Господа Иисуса Христа Навскидку Удивляюсь Что вы От призвавшего Вас благодатью Христовую Так скоро Переходите К иному Благовествованию Седьмое Которое Впрочем Не иное А только Есть люди Смущающие вас И желающие превратить Я говорю нет слова православия Но иное Как раз все это объяснение дается Дальше Михаил Александрович Скажите пожалуйста Я из Москвы Меня очень заинтересовало РПЦЗ Вроде вы к ней относитесь Есть ли в Москве приход Я уже сколько еще Никак не могу найти Ответ Думаю что есть И не одно Юрисдикт РПЦЗ А где не ведуя Обратитесь К архиепископу Тихону Омскому Пасечнику Или Агафангелу Одесскому Пашковскому В интернете Найти их можно Думаю Дальше Слово православие Соответствует Да И все почитаю Читою ради превосходства Познания Христа Иисуса Еще кто-то заходит Ничего того О чем говорится Матфея 23 В слое православия нет Очень жаль Христиана Вы ничего не поняли Или поняли Но притворились Непонимающие Приведенный вами Отрывок из Матфея 9.9.16.17 Совершенно здесь Не к месту Просто для наведения Важного тумана Дальше Вот она что отвечала Я опять отвечаю Здесь это Ну просто Остановитесь И прочитать Если надо Вот с ней Переписка тут Завязалась какая-то Еще Ёши Меня интересует Точный распорядок Для Дня Игнатия По минутам И на чем основан Такой режим дня Дальше Ответ Распорядок дня и ночи Подъем всегда Будь то в выходной Или в пути Всегда в 4.40 Подготовка к молитве Утреннее правило И 100 поклонов Чтение Библии Святой столкованием Работа за компьютером В 8 утра завтрак Обед в 2 часа дня Можно без ужина Но когда холодно То нужно загрузить котел Чтобы было тепло Ужина в 19.00 местного Отход ко сну по разному В зависимости от работы От 23.00 до 2.00 За компьютером В среднем сижу в день От 14 до 16 часов В промежутках Должно быть не менее С 7 до 18 раз Иногда выход на молитву Каждая такая молитва От 7 минут и выше Это 3 святой И 100 поклонов Никогда днем не ложиться спать В исключительно трудное время Когда тебе же за 60 лет То можно на стуле Откинувшись Подремать Уснуть на 15-20 минут Обязательно Выкрою окно Чтобы слазить на голубятню Раза 2 в день Дальше Я беру слово Божье Слово самого Иисуса Христа Улавливайте разницу И кого теперь можно назвать Большим Большим сектантом Андрей Осипов пишет Ваше бесстыство поразительно Вы спешите заклеймить меня Стандартными Сектантскими заклинаниями Я говорю из писания Я говорю из писания Я говорю из писания А он говорит не от писания А он говорит не от писания Все это показывает Что вы в своей слове Настолько ослеплены Что не заметили В том моем сообщении Ни одной цитаты из писаний А они там есть Потрудитесь прочитать Потрудитесь подробно Спроанализировать мои выводы С точным указанием Моих ошибок Бестандартно Как в телефонном звонке Иван Полумордвинцев Здравствуйте А вы можете рассказать О православии В сталинских репрессиях Пожалуйста Ну я сфильм Это показываю Петр Цыганков Мое глубокое убеждение Что если человек Не монах А мирянин То ему нужен Восьмичасовой сон Больше многоспания Меньше риск Падения в прелесть Мол какой я подвижник То есть солдат спит Говорит А служба идет Ну я знаю что И были такие как Арсений Великий Он говорит Для монаха достаточно Один час Ну вот как Считаем Эдисон Там Леонард да Винчи Это два с половиной Три часа У меня уходило Два с половиной часа Я постепенно уменьшал Сон Прислушивался Два с половиной часа В сутки у меня шло Поэтому так много Успел сделать Это Господь благословил Я внимателен был К слышанному Вот Допустим Быстро заснуть Как надо Какие-то способы есть Есть Я фуфайку беру Допустим Где-то Даже Ну во время На стадионе Можно заснуть Вот у меня замечали Как я Я ложусь спать Сколько Были Ну не больше 40 секунд Секунд Я уже полностью Вырубился Как Ну как подушка У меня две подушки Она такая Подолговатая Чтобы вот здесь Вот под голову На шею Вот так лечь Лечь И руки Чтобы друг друга Не задевали руки И ноги Друг друга Не задевали Не задевать Руки вот так Можно Если так положил То одна Другой не задевать И считай молитву Да воскреснет Бог Больше ничего не надо Это как раз и нужно Лежа на спине Потом перевернешься Когда придет время Спать надо На правом боку Все Конечно Если ты всем простил Ни на кого не имеешь На душе легко Не меньше два часа Прошло от ужина Надо чтобы было больше То есть кое-какие условия Не мешает на свежем воздухе Прогулка И хорошо Если ложка меда В теплой воде Хорошего Настоящего меда Все У меня мяса никогда нет У желудка Свободно работает Ну кому как Если еще не болит Конечно Но если болит Сон такой Сон такой Тут уже другой вопрос Дальше Оля Волошина Здравствуйте Скажите Кто такие 144 тысячи О которых говорится В откровении Это уже свидетели Его Это сенеговисты Православные не зададут Альбина Тарасова Игнатий Тихонович Жизнь коротка Что вы просидите За компьютером По 16 часов Да Жизнь коротка А у вас юбка коротка Юбка то Ну как Когда все насквозь видать Это зачем Это не юбка никакая Это видимость юбки А православных Которые в тюрьме Я отвечаю По гуглу Найдете книгу Отец Арсений На нашем сайте Он начитан мной В аудио есть Фильм Отец Арсений О ком говорится В откровении 144 тысячи Вопрос Давай-ка сюда Ты мешаешь Вопрос О 144 тысячах Интересует Только и еговистов Почему Потому что Среди всех Безумных Лжетолкований Ереси Это одна из самых Темных Вот эти три места Им дают толкование Вот откровение Прочитаете Вот дальше Я буду Проталкивать Дальше А вы прочитаете Это у нас Описано Вот в этой Трехтомнике Я показывал Просто затормозите И увидите Как Полный ответ Так Это что-то Христиан Все тут Что-то Прочитаете Дальше Юрий Пархоменко Добрый день Отец Скажите Можно ли жить Если потерял детей Если они Не признают Меня Посредством Злого воздействия Их матерей Матерей И суды Ничего не помогают Что делать Две дочери Шесть и четыре года Что делать Ничего Живут люди Живи нормально Благодарю Бога Помогай Устройся на две На три работы Чтобы дети Были обеспечены А не так Что освободился И пошел Где-то Надо было думать Какая причина Кого ты брал У мусульман Такие вопросы Не возникают Они сумели Это отрезать Данил Понимаете Мне кажется Я перестал верить В Бога В Бога В маленького Дальше Когда я был маленьким То сам сходил Покрестился Привел маму в храм И старшего брата Они все так же веруют Брат почти закончил Хабаровскую духовную семинарию А Ну больше не верю Ну не знаю почему Я понимаю Что это большой грех Ну все таки Посоветуйте пожалуйста Как быть Мне порой кажется Что любая религия Это вымыслы и сказки Мне очень стыдно Ну что я могу сказать Веры нет Я веру не даю Просил у Бога Это дар неба Человек теряет веру Теряет страх Божий Если у него нет Значит живешь во грехе У молодых какое Рукоблудие Там вот это вот все Мечтание Ну то есть Не слушаются родители И прочее Такое драгоценное время Теряют Вот Отто Юлий Шмидт Северный исследователь Он это Понимал Не верующий совсем Может комсомолец был И он пришел К своему руководителю К профессору И говорит Чтобы считаться культурным Какие я должен книги просчитать Ну тот ему составил список Он говорит И сколько это надо считать Он кажется ответил ему Там 150 или 700 лет Он говорит Так я же столько не буду жить Поэтому нужно отсечь Что без чего можно прожить Ну надо знать что Я считаю Нужно знать Библию Толкование святых отцов Каноны церкви Жития святых Труды святых отцов Ну и конечно Разбираться в том Что совершается в мире Можно жить Если потерял детей Спрашивают Ир потерял не двух А десятерых детей В один день Потом был прославляем Богом И взят в пример Для всего мира Да Пример Вот места писания Которые считаете И что тут Тут еще Данил понимаете Мне кажется Я перестал верить в Бога Парень пишет Ну вот парень Вот ответ какой Почитайте Вот ответ Видите как отвечают Так отвечает Смирнов Или может какие-то Священники Чтобы десятки мест Писания Ни одного нету Люди пришли не ко мне Вот что надо помнить Они хотят знать Волю Божию А когда отвечают Сами по себе Вот это и есть Гордыня и прелесть Гордыня и прелесть Это все у православных Это такое клеймо Ударил А то в вас она и есть А с чего ради У меня будет Гордыня и прелесть Когда я никто Я просто указал Есть такое местописание Альбер Тарасова Жизнь коротка Чтобы просидеть ее За компьютером 16 часов Вот потому и тороплюсь За 8 лет пробыл За компьютером Более 30 тысяч часов За это время Издал 38 книг По 752 странице Сам набор дел И верстал Большую часть книг Ответил на тысячу вопросов Создан сайт Форум Видеоканал Где 1540 Это вот за эти годы только За 9 лет Только у меня вышло Из-под моей руки 3467 стихотворений По 9 куплетов Вот если меня не будет Когда и кто-то пожелает Разобраться То есть я оставляю Завещание именно В стихотворениях В стихах Кто-то Пытался где-то И говорит Тут нужно толкование Ищите Повторяю что Вот у меня 3467 Это пачки продается По 500 листов Но это Получается 7,535 7 пачек Написаны Полностью заполнены И ни одной По марке Практически нету Просто живого листа Как будто кто-то диктовал Я книги свои считаю Как дар божий Вот опять видишь Превратились все Тут ставили ролики Все вот такое превратились Что с ними делать А с этими аккумуляторами Не могу никак превратить Это на днях случилось Ну считай Александр Зоя А почему сказали Аллах на видео Не знаю О чем тут Ответ Не говорил я Аллах В этом интервью Это наши беседы Потом они компоновали Резали что-то От предыдущего Слова попало Прослушал еще раз И сам не понял Что я там говорил Впереди Где застуховка Одной части с другой Ну да Александр Жуков Личным сообщением пишет Ура Дал Бог Даже не мечтал Игнать Я действительно Очень рад добавить Себя в друзья Ура Это как рассказывает У баптиста Там один был Ну и уходил В советское время Баптистский дом молился А за ним пошел Молодой офицер Ну как командир Его какой-то Несчастье Конечно там Какого дивизиона Ну и Господь его коснулся Слов-то нет Он Прям там же В собрании Кричит Ура Господи Ура Чтоб Бога нашел На своей стене пишет Вот так и бывает Ничто не предвещало Радости И вдруг Игнатий Лапкин Зашел на мою страницу И через пару минут Мы стали друзьями Ура Вот посмотрите Сейчас скажет Сумасшедший Да это Перед вами Такой еретик Он зомбирует Он гуру Там что еще Лапковщина Ну как я их называю Которые Я называю только тех Которые вот эту Пакости делать Собираются Сговариваются И всякую мерзость Пишут Кодлой Патриархийной Зачем вам это нужно Ничего не надо Господи Прости Ирина Соломатова Игнатий Тихонич Вы преподаете В воскресной школе Вопрос Ну воскресной Не преподаю Где я преподавал Трудно сказать Где не преподавал Город оборудовал Небольшой Это столичное здесь место Это 750 тысяч В пяти университетах В тринадцати школах Во всех воинских частях Вокруг В пяти отделах милиции Дальше Шестой Городской УВД И Краевое Дальше В тюрьме Каждую неделю 3700 человек И по рации Три радиопрограммы Телевидение На заводах На фабриках В техникумах Даже трудно Прокуратура Как бы Трудно найти Где бы я не проповедовал А уже с учениками Я начальник детского лагеря Естественно Что я ими занимаюсь 44 года Елена Максакова Пишет Отец Игнатий Слышала Что вы знакомы С отцом Геннадием Фастом Еще бы У нас здесь В Красноярске Многие мои друзья И я Считаем его Своим духовником В моем доме Он пришел Из Менонитов Обратился И что интересно Вот он Везде Где бы он ни писал И говорит Я познакомился С необыкновенным человеком И через него Я узнал православие Бывший преподаватель Томского университета Физик-математик Он Говорит это А другие Которые обратились Бывает что-то не заладилось А я и до встречи с вами Все знал А ходил на занятия Писал В университетах Я вел занятия И его как будто Кто бритвой срезает Он возвращается На то место Которое было До знакомства И у него ничего нет Он уходит в мир Вот интересно Самый плодовитый Из всех Это отец Геннадий Фаст И он ничего Нигде не брал Сколько беседовали Как Потом приезжал сюда Юрасов А в Россию Мы все записали Я пленку выпустил Обращение называется Это у меня в книгах Все отображено С пленок Уже снятая Отец Геннадий Фаст Это удивительный человек Избранник Божий Ходил на его лекции Знакомый с отцом Геннадием лично По серьезным вопросам Всегда обращалась к нему По его молитве В моей жизни Происходили удивительные события Мне 43 Много пройдено Много поступков За которые стыдно Были чудеса Если вам интересно Как миссионер Я могу все описать Конечно И он везде подчеркивает Но учебники Я не пишу Пишет другой Давай Дальше Это по отцу Геннадий Фаст вопрос Ну да Еще Оля Волошина Спасибо за ответ И еще вопрос Когда я начинаю Славить Бога Именно славить Не молиться И тогда мне Как будто кто-то Диктует Богохульные мысли Понятно что дьявол Но я переживаю Есть тут моя вина Как мне к этому относиться И как с этим справляться Раньше такого не было со мной Когда именно Стало жить по воле Бога Вот так Ну что сказать Конечно Наша вина в этом есть Что двери открыли И обязательно Это связано с чем-то С каким-то грехом Не то что там Прелесть гордыни Нет Это определенно где-то Это Просто надо почувствовать Где-то И рубить Чтоб голова была занята другим Если в это время У вас это обожгло Вы не будете думать Ни о чем Никаких мыслей Только как спасти руку Если она Во рту оказалась У пса Как этот Рассказывает Один Я его интервью записал Суворов Николай Павлович Старичок И он Говорит Шел молиться И в это время Выскочила Огромная собака Кобель Говорит И он как бросился На него Говорит Я говорит Руку только Хотел оборонить Он вот так Говорит Руку мою Захватил Говорит Здесь Зубами захватил Моя рука Там Я внутри Вот так Перекрестил Он как завизжал Пасть раскрыл И как Кринулся От забора Ударился Внутри Скажите Какие чудеса Какой стектант Может сказать Что сила крестного знамения Вот пожалуйста Оно разорвало Буквально собаку Дальше Хетик Джусоев Здравствуйте Мне нужен совет Святого человека Ну это я Я грешный человек Я Святой Если только потому Что освящен Благодатью Причастием Павел Всем передает Привет Святым избранным А как человек Я страстно Увлекающийся И прочее Конечно Это не блуд Не убийство Подумал Сказал там Где-то Или что-то Оля Волошина Это Уильные мысли Бога Чуждые мысли Не избыть Если сердце Наполнено мечтаниями На помощь Всегда приходит В таком случае Господь Посылает ангела Или внушает Духом святым Через слово Свое святое Победа Будет тогда полная Если жить В Духе святом Места Писания Вот дальше Показа Какие места Ответы Какие места Так И можем еще Проскочить Одну страницу Дальше Вот ответ На что отвечаешь Никита Не надо Отвлекайся Зачем ты соскочил Отвечай Кошке тут мешает Мне нужен совет Святого человека Ну вот смотрите Какие ответы я даю Так Один Два Три Четыре Четыре Автора Дальше Наталья Наталья Откачук Игнатий Прошу простить За то что Оставляю вас Подписчиков Дело в том Что я твердо Остаю Протестантское Направление Верисповедания ЕХБ И вы Христиан Борис Условие Спасти не одно И оно Простое И доступное Всем желающим Покайтесь И веруйте В Евангелие И еще Веруй в Господа Иисуса Христа И спасешься Ты И весь дом Твой У нас Един посредник Человек Иисус Христос По другому мысли Человек в годах А то священники Не занимались Вот у меня одна Пишет Свидетельница Иегова Как она называет Бабушка Еще она на меня вышла Где-то с Украины Восемьдесят четыре года Инвалид Кажется Второй Или первой группы Прям Ну второй Наверное Группы И пишет Мелко-мелко В одном письме Семьдесят С лишних ссылок На Библию Делает Синодальный перевод Я подошла К отцу Ильферию И сказала Батюшка Я вот хочу знать Это местописание Как Ты ходишь в храм Аннушка Хожу Что тебе еще надо-то Зачем тебе это надо знать-то Я говорит Опять читаю Опять не Пошел он опять Ну как до Сипея Дорофея Почитайте-то Отправил к настоятелю Сказал Ты ему дай там трепку Задумал какой Малой офицер И что надо знать ему Точно так и здесь Он ее отпутболил И однажды Говорит звонок Я выхожу Две девушки стоят А вы хотели бы Библию изучать Бог вас послал Приходите Все Это яговисты Иконы долой Все долой Ничего нету Если одна душа Погибнет по вашей небрежности Ян Златоуст говорит Вам О священнике Не хватит всей жизни рассчитаться А их погибли Ни две Ни три души Миллионы Миллионы У вас шанс на спасение Нулевой Согласно слов Златоуста И дальше Вот она сказала Ну Кто такой Ульяна Тухашвили Простите Христа ради Но у меня такой вопрос Назовите мне пожалуйста Хоть одного продвижника Православной церкви Который так много рассказывал О своих духовных подвигах Моя память не может припомнить Не может припомнить Вот вы даже не знаете Возьмите апостола Павла Как он говорит Перечисляет и сравнивает себя Со всеми Говорит Верховная столпа Более Перечисляет Более 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 Потрудился Более А что вы можете рассказать Когда ничего нету И нигде это А сказать можно Необходимо Необходимо Что Бог сотворил Не своей силой Но Бог И продолжил До утра Слово Что Евтих там Свалился в окно Вот так Дальше Так Это Баптист Которые Оставляют вас Подписчик Общее Резюме Вашего послания Такое Дух Святой Не передается Через людей Прочтите Деяния Восьмая Голова Да 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 Подожди Маленько Не пусть Маленько Чуть Чуть Безобразие Такое Вот так Дальше Вот какие ответы Есть ли такие подвижники Которые Шестого Говорили Своих подвигов Православной церкви Вот я отвечаю И вот оно где Пожалуйста В безумии Говорю я больше И дальше Три раза Больше Берли У них ничего нет Поэтому они завидуют Этому Это биография его Павлова И у него завистников На каждом шагу было Еще Елена Максакова Отец Геннадий Удивительный человек У меня много друзей Художников Ну и дальше Что она вам пишет Вот здесь Просчитаете Еще Михаил Александрович Игнатий Тихонович Вы относитесь к РПЦЗ В ваших роликах Сказали что Московская патриархия Это смерть Тотальная ложь Скажите Как быть тогда Что вы скажете И что делаете Вот это вот С улицы любой заходят Я о чем говорю Недостойно причащается И пяти имени нету То есть погибает он И кто причащается Златоуст говорит Работать надо Обращать священников Чтобы каялись Трудились Что делать Что вы скажете Об истинной православной церкви Митрополит Рафаил Не знаю Сказать не могу Роман Фроликов Игнать Тихонович Здравствуйте Рад вас приветствовать снова Ну вот так Дальше он Прочитаете Что было Он потерялся Потом нашелся Как относится Рапаил То он Чужды я отвечаю Прокопьев Матавилов Вот он Митрополит московский Все российские Вот его биография Когда развелся Когда что делал Вот она его Вот он спросил Я по интернету Нашел Прочитать можно И дальше Опять христиан Ну и все Ну и все Богу нашему Слава Во веки веков Аминь Я вы Я вы